приветствую всех дорогие друзья и как вы поняли я была ваша не честно говоря пошла за канцелярией но в итоге вернулась вот с таким огромным пакетом из нетканого материала зеленого цвета и давайте я покажу что я приобрела может быть это будет вам интересно пакет я сниму на пол чтобы он меньше места занимал начну вот такой вот скатерти я ее вскрыла и уже осмотрела хотела постелить на стол но она оказалась очень сильно мятая вот такая вот скатерть она бумажная честно говоря я первый раз такую вижу взяла йод для фоновых съемок когда вот что-то на столе снимаю если стол например не очень приглядный но у меня рабочий стол деревянный поэтому время от времени на нем снимаю дальше из канцелярии собственно были вот такие наклеечки взяты вот такие вот карандашики цветные которые я безумно рада была увидеть именно ваша не они многоцветные из той ли они не очень дорого я цену все цены подпишу на экране и наклейки я взяла одинаковые там были со смайликами с какими-то зверушками но совсем детские и я взяла воздушные шарики мне показалось что это более интересно и более леонардо у него леонардо в лабиринте ластик длинный и не знала как им пользоваться так вот для него и специальный карандаш давайте откроем я долго выбирала но так и не поняла как он собственно работает то есть у него есть кнопка а вот нажимаете и он выскакивает нажимаете на кнопку и он выдвигается и можно его обратно задвинуть при этом нажав на кнопку в общем прикольная штука там были только зелененькие такие ядреного цвета и голубенький я взяла голубенький плюс тут уже есть стержень ну и у меня есть запасной очень удобно когда вы например на пленере где-то чтобы ну не потерять маленький ластик есть вот такой ластик карандаш очень удобно и вот эти вот если интересно я покажу как они себя ведут какой получается из них рисунок может быть на раскрасках попробуем с вами если интересно один был сломанный но там было каждого по две штуки я выбирал потому что они все-таки грифелем отличались и я вот выбрала который мне больше понравились вот вот такие если интересно как они на бумаге то сниму для вас какое-нибудь видео по раскраскам так это что касается в канцелярии дальше дальше одна из самых больших покупок это все-таки я решилась я хотела проконсультироваться с вами кто чтобы посоветовал но в итоге все-таки раз уж я пришла в ашан я решила что надо брать и я таки взяла себе фильтр по-моему я уже в каком-то видео упоминала что у меня нездоровая реакция на воду из-под крана в москве даже если ее прокипятить или сварить на ней что-либо реакция у меня не очень приятная и я хочу попробовать фильтр он стоил не очень дорого я честно говоря думала что они в разы дороже стоят но в принципе он довольно недорогой и по качеству один из самых лучших который мне порекомендовал специалист вот если интересно сделаю на него обзорчик и попробуем его в деле ну и соответственно потом уже когда я попробую расскажу вообще есть ли у меня какая-то реакция на фильтрованную воду или нету если интересно пишите отставлю его сюда потому что он занимает большое пространство так затем были садовые покупки честно говоря это я вообще не рассчитывала покупать но как увидела картинки решила все-таки взять это естественно линии и естественно те лилии которые подходят под наш климат соответственно где холодные зимы сейчас я все выложу ну постараюсь выложить все так наверно так так не влезает так давайте тогда вот так вот значит вот эти четыре это махровые я вообще впервые вижу махровые лилии посмотрим что из этого получится значит ну по цветам вы видите темно-оранжево-светло оранжевая такая кремово-желтая и вот такая двухцветная от красного к желтому вот это мне безумно понравилось посмотрим это что касается это лилии азиатские подходят для нашей местности то есть что касательно холодной зимы так я шелфу потому что класть некуда стол завален прямо здесь дальше я взяла вот такие вот сейчас покажу они освещивают одной рукой все это дело неудобно еще нужно мне посмотреть наверное в интернете или если кто-нибудь знает напишите потому что в такое время уже осенние я лилии никогда не покупала вот впервые с этим столкнулась они уже с ростками вот что нужно делать отрезать росток и сажать землю или в таком состоянии хранить ее в холодильнике то есть чтобы вы посоветовали вот вот эти две похожи но вот это лимонная а это такая бледно-бледно-желтенькая тоже и вот это похоже вроде но у них серединки разные здесь более коричневая здесь более такая красненькая вот в общем напишите мне нужно ли обрезать росток или и сажать его без ростка или все-таки хранить в таком виде с ростком в пакете в холодильнике в поддоне и так из хозяйственных покупок следующее было приобретение вот такая вот огромная упаковка зубочисток в связи с тем что мне почистили зубки мой зубной врач рекомендует мне не использовать зубную нить категорически потому что она травмирует десны между зубами а использовать зубочистки поэтому я взяла вот такую большую упаковку она где-то около 70 рублей стоило но цены я подпишу как я уже сказала так и последняя хозяйственная покупка была это вот такой вот коврик вообще это коврик для открывания банок но я взяла его для творчества хочу попробовать такую фактуру сделать но если он не приживется буду использовать по назначению теперь продуктовых немножко покупок приобрела вот такой свой любимый сыр творожный три баночки у нас появился с грибами раньше я такой не встречала он мне очень нравится и поэтому я взяла по три штучки с грибами как я уже сказала и свой любимый зеленью каждый день он по цене доступный и состав у него вполне себе приличный давайте покажу вам вот то есть здесь на первом месте как вы видите в состав входит творог масло сливочная вода соль регулятор кислотности лимонная кислота наполнитель сушеный зеленый лук лук резанец петрушка укроп чеснок ну несколько стабилизаторов но я думаю что учитывая что они на на последнем месте их там незначительное количество вот на первом месте все таки творог они какие-то молочные продукты мне он очень нравится этот сыр и я когда бываю ваша не всегда его беру это один из моих любимых так дальше я взяла проростки по моему это фасоль вот думала насчет большого пакетика да вот фасоль думаю насчет большой упаковки но там были уже ростки такие знаете пожухлые и какие-то осклизлые и в общем то я не решилась так еще из проростков взяла на пробу впервые такое вижу но видела у девчонок блогеров они советуют проростки зеленой гречки попробую то есть в таком виде я так поняла из инструкции в таком виде ее можно класть в горячие блюда в салаты нужно только сполоснуть можно также ее подогреть допустим в микроволновке или на сковородке чтобы она была теплая или горячая можно даже подрумянить ее и уже употреблять вообще конечно такая баночка дороговато выходит но я взяла на пробу около 40 рублей она стоила и здесь сейчас посмотрим здесь 150 грамм всего лишь вот но если понравится то буду иногда себя баловать такой полезной штучкой так же на развес взяла кускус он у нас по моему сейчас это 100 чем-то вот 134 за килограмм здесь у меня получилось чуть больше полки ло я брала фикс прайсе но в нашем фикс прайсе он кончился и поступление не предвидится хотя эта штука мне понравилась единственное что не знаю как бы связано это именно с фикс прайсом или это в принципе он так пахнет немножко такой затхлый какой-то запах как будто прогоркший но при этом вкус нормальный может быть эта штука сама по себе так пахнет просто я никогда его раньше не ела ну вот он мне понравился я решила взять еще немножко в развес и последнее приобретение взяла на пробу вот такая смесь для супа или чего-то такого долго на нее смотрела я просто не люблю когда в супе плавает рис не знаю вот но не люблю плавающий супе рис вот я все-таки взяла чуть-чуть вот такая у нас цена на него 134 рубля за килограмм мне здесь 300 грамм видите 44 рубля просто попробовать смесь бобовая для супа вот в общем вот такие у меня были покупки приобретения вкусненькие цены я все подпишу кому интересно просматривайте приятного аппетита приятных покупок приятных приобретений и увидимся до новых встреч новых видео пока пока пока